МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Сейчас мы находимся... Я не знаю, мы опять куда-то уезжаем. Мы только что заглянули, посмотрели пару байков. Сейчас зашли в автосалон. Шевролета, он закрыт, походу, да? И здесь стоит красавица вот такая вот, да? Это даже не стоковая, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, нам будет в порядке. СС. Кстати, ребят, вы-то и не видели? Это новая машина Адама. BMW X5. Новый кузов. Все, короче, как надо. Вся такая черненькая. А ну-ка, руки убрал, сука! Ха-ха-ха! Мы, кстати, выехали опять сейчас посмотреть бой Крока против Гонзака. И просто увлекаемся почему-то UFC в последнее время. Наблюдаем вообще за каждыми новостями. Всказ. Этим только они и занимаются. Да-да. Вспомнили, когда мы здесь на ММЛ-ке не гонялись вот тут? Да, были времена. Это когда было похуй вообще. Было дело. А там красиво вроде бы город, но его ни хрена не видно. Вот это вот офигенная машина проехала. Вот видите? Прям под цвет моей майки. Пока Адам пошел покупать масло и менять его, собственно, мы посмотрим, что вообще здесь творится. Ну, на самом деле, новая офигенная тачка. Очень интересно с той стороны посмотреть. Не у каждого, если мне кажется, в свои такие небольшие годы BMW X5. Все вообще черное здесь, мрачно. Он практически полностью машину черным цветом покрыл. И вот он идет с маслом. Молодец! А зверь под капотом не интересен, нет? А под капотом, кстати, ну-ка глянем, давай. У тебя даже мошки, всякая моль застревает в этом. Потому что сбивают. Прям в каком-то самолете. Вся диагностика, анализ проходит. Правильно ли ты масло залил, неправильно ли ты. Руки ли у тебя из жопы или нет. Я меняю. Подожди, скажи это еще раз. Я вообще обожаю масло. У меня в тысячи миль я меняю масло. Машина себя потом охуительно ведет себя. Она гораздо более дерзкая. Пропадает этот мерзкий звук ебаный. То есть, пацаны, если вы любите свою машину, неважно, что у вас там. Запорожец, Приоро, Феррари, BMW. Меняйте масло, блядь. И то, вот, смотрите, видите, он мне пишет. Angel Oil is ok. Минимум, максимум. Вот мне сейчас будет не в Павлу, еще за лишнее. У меня все было по максимуму, чтобы, блядь, все было изъяно. Ты серьезно? Серьезно. А что у нас стоит всего 10 баксов? Это не то, что у нас в стране масло стоит 6 тысяч рублей. У нас стоит 200 баксов масло, мобик. Вот и все. Вот вы хотели его увидеть? Вот как он выглядит, между прочим. Многие просили меня, покажи, как выглядит Адам. Вот он, Адам. Заливает масло. Молодец. Совсем максимально не надо, потому что потом она будет там брызгаться. Вот теперь Адам удовлетворен, и мы можем спокойно продолжать наш путь. Главное, чтобы масло было на максимум. Ух, ни хрена себе, я аж улетел на твое сиденье. Шан, лучше телки, блядь. Она не требует от тебя брачного контракта и всякой другой этой поеберь. Камара полетела вон. А, ну ладно. Я не знаю, видно ли вам или нет, но там Манхэттен, в общем. Далеко-далеко. Опять эти зигзаги. Опять сейчас, я кажется, блеванул на новый салон. Потом пойду домой пешком. Вон пикап маньяка он там стоит, стопудово. Зигзаги, зигзаги. Вот здесь в натуре надо было взять и снять карту для Need for Speed. Вот здесь конкретно дрифт мутить можно по полной. Если в яму попальнешь, перевернулся, блядь. С горы улетел такой. Как бы, бывает все, денежка лежит, на всякий случай. Мы плавно встаем назад и закрываем гараж. Сейчас гараж на машину, блядь. Придавил бумер. Бумер такой. Сейчас мы посмотрим минус черных колес. В чем же минус? Расскажи нам, Адам. Берем салфетку. Они всегда в пыли. И их очень тяжело мыть. Потому что если человек не знает, как их правильно мыть, их надо мыть только вручную. Если ты пойдешь на мойку, обольешь их водой, они все будут в пятнах, блядь. Вот такие пятна, если их неправильно мыть. Да, ну черные, я тебе говорю, это как умереть стягко. Но я все равно не с мутики сдастся. Ну да, ну да, че. Вот это? Слаб нет. Вот специально M. М поэм. Ну-ка, протри ее еще раз. Ну вот так. Вот это еще самое главное, блядь. 22, блядь. 22, блядь. Я не знаю, какой человек вообще это делает, но видимо делает кто-то. 22 диски на бумер, на X5, на X5, мать его, 22. А, кстати, я подумал, может мы с тобой выйдем раньше, я бы тонировку замутил бы. Сейчас ты че? Да, я буду на это быстро сделать вот сюда. Да, бросьте. Да, я руки буду делать. Руки, плечи. Нет, плечи и грудак, наверное. Ну я буду делать верхнюю часть вот, особенно. Может трапецию сделаю. Я сейчас, короче, ну мы пришли уже домой, как вы поняли. И сейчас я хочу покачаться немного. Просто, ну мне сейчас совет будет эксперт давать. Ну-ка, ну-ка, расскажите, сударь, мне. Че это такое? Че это такое? Хуячи. Лиса. Че это такое? Я его в секс-плексе выиграл, э. Моя игрушка. Это же, как его. Ты с меня не дал. Ты с... да, дззз. Я снимаю нахуй. Да мне нафиг, чай. Господи, ну... Теперь это, с развороты, блядь, блядь, раскидал, блин. Здесь свои... С лопаты жрать будешь в следующий раз. Подожди. Стоять. Балерина, блядь. Баланс надо же, как бы... Ну... Короче, ребят, в общем, я сейчас переоделся. Вроде бы ничего не видно, то, что я переоделся. Но у меня просто вторая такая же зеленая майка. И шорты такого же цвета, короче, правда, короткие. В общем, я сейчас, как я уже сказал вам ранее, покачаюсь немножко, позанимаюсь. Потому что хочу себе обратно привезти ее хоть в какую-то форму, понимаете. И раз ушел дома, есть всякие приспособления. Да, и у меня небольшая возможность. И я ей поэтому воспользуюсь. В общем, наверное, увидимся с вами немножко позже, когда мы уже поедем, наверное. Или там поедем покушать или еще что-то наподобие такого. Он ушел есть, а я сейчас буду заниматься. Поэтому... Ух! Нихрена себе! Поэтому, да, ну-ка, давайте пнем груш в один раз так... БАМ! Даже перчатки UFC есть. В общем, все, мы потренировались уже. Так неплохо, мне понравилось. И уже в душ сходил. Сейчас мы уже поедем, скоро бой будет. Поэтому нам надо желательно успеть там еще место забронировать. Пятое, десятое. Короче, да. Да. Все. И у меня уже рука настолько слаба, что я камеру не могу держать толк. Смотрите, что у Адама есть. Это Тесс. Помните его? Злой какой, да? Смотрите, какой злой. На тебе, Тесс. Че ты, Тесс? Пошел вон. Собушка, собушка. Умная головушка. Вот, держи тебе. Зачитай мне, что ты. Ух, нихрена себе ты даешь. Ладно, хватает. Все, молодец. Так. Сейчас мы идем наверх. Ай, боже мой. Короче, он опять пошел в сервис, чтобы проверить. Такое ощущение от того, что не туда залили то, что надо. Короче, поэтому он опять уже ушел. Блин. Машина появилась. Машина крутая. Спору нет. Ну, блин. Она столько времени жирает, я вам скажу. И столько сил, походу. Это как человек. За ним тоже надо, походу, смотреть. Как будто питомец или ребенок. Я не знаю. На самом деле, надо очень много времени уделять. И ночью подсветка офигенная просто. Ну, что? Да, у них ничего нет. Попробуем на следующий заехать. Другой магазин. Я уже не уверен, что если мы доедем до нашего окончательного местоположения, но есть, что доедем. Подсветка такая детская. Мне вообще очень нравится. Ну, на самом деле, здорово. Тут еще вот эти вот цвета можно менять. Там голубой, белый, оранжевый. Прикольно. Короче, недавно я влог делал, когда с друзьями ездил в Нью-Йорк. И эти мрази с Ютуба, ладно, не буду их обзывать, но, блин, какой черт они удаляют музыку из моего видео? Тряпку списывал только. Красавчик. Слушай, а этим пылесосом получится высосать? Блядь, а как ты ее оттуда вытащишь? Вот как ты ее оттуда вытащишь? Ну, что ж, давай, толкай речь. Если вам нужна машина, чтобы доехать из точки А в точку Б, вам все пофиг. Вот вам мой совет. Купите Toyota Prius. Лучше машины нет. Это, конечно, зависит от того, как вы ездите. Но на этой машине ездить медленно практически невозможно. Потому что вот, ты не нажимаешь, блядь. У-ху! Тыщ, тыщ. Ну, в натуре в каком-то космическом аппарате такое ощущение, что сейчас взлетим. Крылья бы еще приделать, как в такси, и полетели через машину. Ну вот, у меня эта машина действительно такая. То есть... Итак, Ана, мы находимся в полосе Смоли. Пару слов насчет этого места. Ну что, блядь, на парковке, как всегда, одни недоразвитые твари. У меня вебенок, издатый таксист, который думал, что я, блядь, пущу. Ну вот, нормальный человек на BMW едет, блядь. Как, тебя мусора присонули? Блядь, да я проеду-то. Слушай, ну что, мне встать сюда, или это будет дикая наглость? Это будет нормально, то чё? Ну, та дура раньше стояла в натуре. Ладно, нахуй, надо с ней цепляться. Смотрите, вот, как-никак, но все-таки Адам внушет добрый. Он пропустил эту милую девушку. Женщина с ребенком. Нахуй, мне надо сейчас с ней цепляться. Тем более, его, она еще фарм поморгала, спасибо, сказал. Нахуй, мне это надо, блядь, сейчас я найду место. Почему я тупая камера не фокусирую? Ну смотри, жирную пизду, блядь, приняли. Бургер спиздил, что ли? Да, она просто у машины стоит, приняли. Блядь, даун такой. Просто даун, ебан. А скажи, а мне что это поменять? Слушай, это полиз. Чё? Блядь, чё она сюда не встает, что ли? Чё она тупит? А, им станете? Да, да, не да. Он, это чувак ждал. Это чувак. Ждал парковаться, чтобы припарковаться. Пошли, блядь. Чё, драться, погнали? Пошел он нахуй. Ну давай, встань нормально, чтобы прям по линии, чтобы прям вот... Ну а сделала, давай, давай, ну-ка. Заводи шарманку, брат. Брум-брум. Припарковаться по-пацански просто. Хули, блядь. А, ты знаешь, короче, тему? Если будешь в Москве, вот совет, короче. Если в вашем городе, да хуя, эвакуаторов эвакуируют тачку за неправильную парковку... Бля, вот это чисто Бруклин ставит. Вот я в Бруклине у пацанов уже видел, как уходят. Красный? Ну да, я не знаю, зачем они это делают, блядь. Зачем они это делают? Зачем вы это делаете, пацаны, если кто смотрит? Да, вот, короче. Тема какая, если в вашем городе, да хуя, короче, эвакуаторов, да, которые забирают тачки за неправильную парковку у вас. Руль выверните максимально влево или вправо, эвакуатор не может навести машину. Это нереально просто. Слышали? О, вот и все. Я думаю, мои 14-летние зрители одобрят твои высказывания. Нет, как его, в натуре, короче, это. Работает, все, хватит там задрочился с этой сигнализацией. Надо завпечатлить. Чего она ушла, крути, да поверьте. Представляете, представляете, те люди, которые Адама называли жестоким зверем и ненавидели его, и проклинали в комментариях. Такие были, их было много. Если некоторые из вас не видели, знайте, что я удалял эти комментарии. Сейчас подошла тёлка и попросила детям на лечение. И Адам дал, дал детям денег на лечение. Это такой благородный поступок. Вот теперь поэтому те, кто напишут что-нибудь плохое про него, идите нахрен. Поняли? Ну, в общем, как я и сказал, мы уже приехали. Здесь такое заведение, называется Buffalo Wild Wings, где кушат обычно крылышки на то, что принесли. И мы сейчас в Сигею ждём на этих огромных экранах, должны показывать бой, поэтому, собственно, мы сюда и пошли. Мы вообще любим сюда ходить, мы уже часто ходили. Сколько уже боёв мы посмотрели здесь, поэтому это уже небольшая наша традиция, выезжать, смотреть эти бои. Поэтому да, сейчас мы ждём. Бой должен в 10 начаться, а основной бой где-то в 13. Поэтому нам ещё предстоит долгое время. Тем более сейчас только 10 часов. Видимся. В общем, посмотрели мы бой. Результат очень хороший. Мой боец, за которого я не собирался болеть, он победил. Молодец, Кроков, на каунте он победил. И сейчас мы идём в кинотеатр. То есть мы уже купили билеты. Сейчас дожидаем своё время и потом посмотрим что-нибудь. На какой-то хоррор пошли. It Faust называется. Ну, не знаю. Мы видим, что будет. Мы, конечно, как всегда задерживаемся здесь так долго, что всё закрывается, в конце концов. И это обычное. То есть ничего странного. Чего? Ты хочешь грабануть это? Это же нереальный золото. Смотрите, какие радостные дети бегают. Пока на них кто-то не наступит. А потом на них наступают люди, они уже не бегают так хорошо, как бегали раньше. Ну, всё бывает. Всё бывает. Это жизнь. Надо быть готовым к каким-либо всяким, там, ну, не знаю. Не знаю, почему рекламируют Home Alone, то есть один дома здесь. Это просто афиша, я так понял, да? Нет, нет, нет. Они перепоказывают эти фильмы. А, интересная штука. То есть старые фильмы показывают на нынешнее время. Ну, те, кто хотят вспомнить, наверное, поностальгировать, да? Да. Мы идём на ужасти, который называется Ed Palos. Американский хоррор. Надеюсь, это будет покруче, чем Аннабель сказал Адам. И надеюсь, что это действительно так и будет. Сейчас посмотрим. Что-то из репертуара Адама качает кинотеатр где-то там, в Нью-Йорке. И что-то мы здесь вообще не знаем. Рэп всегда читаю. Сейчас будет всё офигенно. Шучу. Вообще бред какой-то. Отстой, да? Слышь. На, 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 сука, на, сука. Получай, сука. Довела меня. На, сука, на, сука. Слышь. Тебе надо под свой монтаж, что ты грушу хуячишь. Да, да, да. Точно. Да, сука. Получай, сука. Довела меня. Мы пойдём по-низу. Я тебе кажется, нас сломал. Я тебе кажется, нас сломал. Точно, только что посмотрели этот фильм. Я не знаю, будут ли его поставлять на российский рынок. Возможно, переведут как «Оно приближается». В общем, фильм какой-то тупой, если честно. Даже не пытайтесь его понять, потому что это какой-то полный бред. Я не знаю, там какие-то голые люди на протяжении всего фильма ходили и так далее. Да вообще какая-то странная ерунда, если честно. Мы только что вышли. Чё ты думаешь по поводу фильма? Вот такой он. Даже не страшный, он больше не приятный. Да он вообще тупой какой-то. Депрессивный. Депрессивный. Говно, если честно. Ладно. В общем, мне насрать. Вроде бы, я думал, какой-то хоррор нормальный будет. Хотя бы, если даже не интересный, но страшный. Сейчас я тебе включу нормальный хоррор. Не надо, мне всё крутой. Не, я посмотрю. Да, снимаем. Забрём монстра. Хорош, хорош, блядь. А то менты сейчас тут выбегут все. Вот он улетает на самом деле, ребят. Вот эта машина. Вот, уважаемый товарищ Войс, вот я сейчас комфорт включу. Всё, короче. Вот скажите, вот вы ездили на Мерседесе, блядь, и вы сейчас едете на БМВ. Вот скажите, вот честно, что бы вы себе бы выбрали? Мерено ли БМВ вот сейчас? Вот что вы считаете, всё-таки более такая дерзкая машина? Более дерзкая для моего возраста. Сейчас горячего, когда кровь кипит, прям. Конечно, без сомнения, это был бы кулер. Это просто монстр. Она срывается, как будто... Как будто нахрен надо задавить кого-то готово. Прям, знаете, такое ощущение, как будто ты за рулём какой-то двухтонной, не знаю, машины. Действительно машины, знаете. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Тебя прям вдавливает в сидушку, и ты такой... Ну, вообще, замечательная машина. Это ощущение не передать, просто их надо самим испытать вообще. Это, конечно, покупать её, да. Покупать надо с душой. И для каждого машины, опять же. Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас на самом деле утро. Ну, как? Нет, я вру. Сейчас обед. Ну, кто-то в этом виноват вообще. Просто вчера долго не спали, где-то, по-моему, до пяти, а там просто, ну... Сейчас, пока Адам там что-то ищет... А, он ищет телефон свой. Нет. Куда он пошёл? Я не помню. Куда ты пошёл, в общем? Я здесь хожу и просто проветриваюсь. Блин, как это здесь супер вообще. Устал, всё болит. Все мышцы болят после вчерашнего. Я не знаю, как можно было вчера столько на тренироваться, чтобы болело всё. Видимо, задействованы были те мышцы, которые обычно не работают. Ну, и вот, поэтому боль такая... Смотрите, я немножко... Я в Макасе, помните, да? Я не совсем сейчас, если честно, уверен, что я... Охренеть! Видели, да? Вот это да! Я просто офигею от себя! Сейчас. Если бы я упал, было бы намного интереснее, да? Ну да ладно. Сейчас мы поедем поесть и, наверное, в этом... И, наверное, это всё закончится. Столько материалов ещё много. Смотрите, я не знаю, диван. Я не знаю, кто здесь вообще сидеть может. Всякие дома здесь огромные стоят. Прямо... Ну, так или иначе... Мы сейчас и поедем. Почему машина открыта? Я не знаю. Окей. Нажал? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночь диско-бол Нас куражит, кружит танцпол Ноль, 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 алкоголь Любовь, она секретный пароль Ты мой пирой Жутко надоело одной Так, сам выбирай Прощаешься со мной И ливай Вон, видишь, чувак бежит Взбивай его Субтитры сделал DimaTorzok